Педиатрическое отделение Одинцовской ЦРБ находится в стенах бывшего детского сада с конца 90-х годов. Капитального ремонта, да еще и с учетом пожеланий медицинских сотрудников, здесь не было никогда, говорит заместитель главного врача по детству Центральной районной больницы. Сейчас на объекте работают сразу два подрядчика. Контракт на 33 миллиона рублей, которые по программе губернатора выделены из регионального бюджета, был подписан 24 июля. Предусмотрена общестроительная работа с частичной перепланировкой, то есть предусматриваются индивидуальные палаты, улучшиваются по качеству, также полностью монтаж всех инженерных систем, то есть системы вентиляции, как видите, вот уже уступает слаботочка, полная часть слаботочка, на данном этапе, да, все пожелания отработаны. По проекту в старом здании заменят изношенные коммуникации и смонтируют систему вентиляции, которой здесь раньше вовсе не было. Из-за этого в помещениях детского стационара регулярно появлялась плесень, а на столе руководства медучреждения многочисленные жалобы от родителей на плохие условия пребывания маленьких пациентов. Здесь будут приведены определенные перестойки внутренних помещений, заменены все коммуникации или созданы заново, если говорить про вентиляцию. Будут сформированы палаты, определенная качественная отделка, изменен пищеблок, он теперь будет соответствовать всем стандартам и нормативам. После ремонта в педиатрическом отделении начнет работу консультационно-диагностический центр. Это позволит пациентам не только из Одинцовского района, но и из других муниципалитетов региона пройти все необходимые исследования на современном оборудовании у высококлассных специалистов и в кратчайшие сроки. У нас будет бронхоскопия, колоноскопия, гастроскопия, где будут проводиться функциональные исследования деток с заболеванием сердечно-сосудистой системы, с пульмонологией. Этого раньше у нас не было. Нам приходилось возить деток либо же в другие корпуса Одинцовской ЦРБ, либо же отправлять их в какие-то московские клиники, подмосковные клиники. Теперь это все будет здесь. Также в рамках этого центра в стационаре появится кабинет МРТ. Сейчас идет усиление пола для установки аппарата, который затем по плану необходимо занести в помещение. Но предварительно строителям придется расширить дверной проем. В имеющийся томограф не пройдет. Потом начнется монтаж медоборудования и его наладка. По проекту этот подрядчик должен закончить все работы уже в сентябре. У нас ответственные люди уверяют, что все идет по графику, никаких сбоев не должно быть. Финансирование есть, контракты подписаны, планировки и план работ тоже присутствуют. В процессе, безусловно, как любая стройка, могут появиться какие-то скрытые дефекты или дополнительные работы. Будем оперативно подключаться и решать. Андрей Иванов призвал руководство медицинского учреждения не пускать ремонт на самотек, находиться в постоянном контакте со строителями и не стесняться требовать то, что сделает педиатрическое отделение Одинцовской ЦРБ современным и комфортным, как для пациентов, так и для персонала. И по вентиляции, и по плитке, ну то есть от мелочей до большого. Если перегородки там со стеклами не нужны, давайте их уберем. То есть вот подход немножко другой, не соглашаться со всем, что есть, лишь бы только доделали. Мы начали ремонт в этом отделении 17 июля. И вот за это время, ну здесь, скажем так, прошло месяц, да, но то, что здесь сделано, мы считаем, что это очень хорошими темпами они идут, делают они это все качественно. Все работы в детском стационаре должны завершиться к 1 декабря. На данный момент остаются открытыми два вопроса. Закупка необходимой мебели и благоустройство территории. И тот, и другой в ближайшее время будут вынесены на обсуждение в Министерство здравоохранения региона. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.